Расскажите, пожалуйста, про основные и второстепенные признаки мурджиитов. В связи с распространившейся ересью в нашей местности очень нужен ваш совет. Баракаллаху фейкум. Алхамду лиллях. Уссалату ассаламу на Расулилляху аля алихи и сахбихи и ману аля маба'ад. Тематика мурджиизма является сегодня распространенной. Многие говорят об этой секте. Многие обвиняют кого-то в приверженности этой секте. И, к большому сожалению, большая часть из тех, кто говорит об этом, не имеет представления о том, что это за секта и какие основные признаки у этой секты. Понятно, что в виде ответа невозможно раскрыть полностью тематику этой секты. Однако, ничего страшного, если мы упомянем несколько признаков, качеств, которыми можно узнать мурджиитов. Или же тех, которые попали в их сети, даже если они не являются мурджиитами. То есть не обязательно, что человек, который обладает одним из этих качеств, является мурджиитом. Однако, может быть, в нем есть какое-то качество мурджиитов. Он попал в их сети и говорит их слова. А на самом деле, может быть, и не является из них. Самым главным вопросом, которым разногласие от мурджииты с ревеженцами Сунны, это вопросы имана. И если вы увидели человека, который говорит, что иман — это то, что в сердце, и только, и что этого достаточно, то это является, несомненно, признаком этой секты и этого нововведения. В то время как мы знаем, что приверженцы Сунны и Единства во все времена говорили, иман — это вера в сердце, это высказывание устами и деяния частями тела. Что же касается мурджиитов, они говорят, иман — это лишь вера в сердце. Несомненно, это является признаком. Это признаком является этой секты и этого нововведения. И, к сожалению, многие говорят подобное. Я в сердце верующий. Делая запретное и оставляя обязательное, многие говорят, я в сердце верующий и не понимают, что это является высказыванием секты мурджиитов. Вторым признаком, или одним из признаков, которыми можно узнать мурджиитов, они говорят, что иман не увеличивается и не уменьшается, и что в его основе люди одинаковы. Увеличивается лишь набожность, страх перед Аллахом и так далее. Однако сам иман, он не увеличивается и не уменьшается. Это тоже один из признаков мурджиитов. В то время как приверженцы с умной единства во все времена говорили, что иман увеличивается благими деяниями и уменьшается с верными, на что есть достаточно много доводов из Корана и из Сунны. Есть даду иманан. Есть даду иманан. Чтобы их иман увеличился. Да, много есть доводов, на которые указывает Коран и Сунна о том, что иман увеличивается. Что же касается уменьшения имана, то в Коране нету довода на уменьшение имана. Однако ученые сказали, что то, что увеличивается, имеет природу уменьшаться. Если это увеличивается, то, соответственно, оно уменьшается. Однако в Сунне Пророка, саллаху али салям, есть доводы на то, что иман уменьшается. Этого достаточно. Как в хадисе, в котором говорится о женщинах, на кисату дини в аль-ақль, которые являются неполноценными в религии, и в разуме. Неполноценными в религии, что имеется в виду, что многое количество дней она оставляет поклонения и не совершает их по тем причинам, которые известны у женщин. Что же касается разума, то свидетельство одного мужчины равно свидетельству двух женщин, как это известно в шариате. Поэтому достаточно доводов, которые указывают, что иман увеличивается и уменьшается. Третье из признаков мурджиитов это то, что оставление всех деяний, абсолютно всех деяний, у них не считается неверием. То есть, если человек ничего не делает из-за этой религии, просто называет себя мусульманином, но ничего не делает. Они называют его мусульманином. Хотя на самом деле он не может быть мусульманином, не может быть верующим, если он оставляет все деяния. Также из, это уже, наверное, пятый признак, пятый признак мурджиитов, это то, что они считают неверие только то, что происходит в сердце человека. То есть, если он в сердце что-то отрицает или считает что-то дозволенным, что Аллах запретил, то он становится неверным. Однако в деяниях он не может стать неверным. Они говорят, что в деяниях человек не становится неверным. если он поклонился идолу или одел на себя крест и тому подобные деяния или бросил Коран, например, в неподобающее место и тому подобные деяния. Они говорят, мы не знаем, что у него в сердце. Надо спросить, что у него в сердце. Если у него в сердце там что-то другое, он не это имел в виду и так далее, они дают этому оправдание. Хотя на самом деле неверие бывает как и вера в убеждениях, в словах и в делах. Если он это делает, если он это делает преднамеренно, это деяние делает он, даже если он в сердце считает, что это неправильно, одно это деяние выводит его из ислама, как это у приверженцев сунны и единства. Если он говорит слова неверия преднамеренно, то есть его никто не заставил, он не по ошибке это сказал, преднамеренно и говорит слова неверия. Даже если он в сердце говорит, что да, это неправильно, этого недостаточно. Он становится неверным. Если только его не заставили или он по ошибке не сказал, это другие вопросы. Шестой признак мурджиитов, то, что они считают деяние шарту камаль, то есть условием совершенства веры, но не считают условием приемлемости. Что это означает? Это может быть немножко сложно для некоторых. Они говорят, что деяние, которое совершает человек, это условие совершенства его веры. То есть, если он их не совершает, то он оставил нечто из совершенства, но это не выводит его из ислама. Приверженцы же сунны говорят, что деяния бывают разные. Есть деяния, которые являются условием совершенства, как, например, человек идет по улице и увидел то, что мешает людям на дороге. Мы знаем, что это тоже иман, как сказал пророк саллаху ассалям аль иману битвену ва ситтуна шуаба, что вера состоит из более чем шестидесяти ответвлений. Самая низкая часть этого это убрать преграду с дороги. Самая высокая ее часть это свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха. Истеснение является одной из ответвлений веры. Он назвал убрать с дороги то, что мешает иманам. человек, который идет по дороге или едет по дороге, например, на автомобиле, видит, что-то лежит, что мешает людям. Он проехал, не остановился, не убрал это с дороги. Можно сказать, что он потерял иман? Конечно, нельзя. Но он оставил благодеяние. Если бы он сделал это благодеяние, его иман был бы совершенней. Поэтому есть из деяний то, что является условием совершенства. А есть из деяний то, что является условием действительности. Условием действительности. Если ты сделал куфр, например, совершил неверие, то ты нарушил свой иман полностью. Поэтому в этом значении это тоже является признаком мурджиитов. Это уже, наверное, шестой признак или седьмой. Это был шестой признак. Ну и добавим последний. Добавим последний из этих признаков. То, что они говорят. Иман это то, что человек говорит словами и только. Тоже можно назвать одним из признаков. То есть если он словами только говорит, но ничего не делает и не верит в это, они считают его верующим, считают его обладателем имана. Считают его обладателем имана. Все эти семь признаков, конечно, их намного больше, однако мы упомянули некоторые основные, яркие, которые известны и которыми они известны. Известны эти мурджииты. вау- поэлем.